Приветствую, друзья. Вы знаете, что в ФСБ есть прайс-лист на услуги? Вы не ослышались. Прайс-лист. Как в парикмахерской или, например, в бане. Только услуги совершенно другие. Вот узнать адрес человека. Стоит 100 долларов. Взлом мессенджера. Около 3000. Профессиональная слежка. Ну, это дело дорогое. Но если есть бабки, то нет проблем. ФСБ подчеркивает свою преемственность с КГБ. Это так и это не так. В советские годы Лубянка отвечала за борьбу с инакомыслием. И действовала в политических интересах руководства страны. Но она, по крайней мере, не была коррумпирована сверху донизу. Прайс-лист КГБ звучит смешно и дико. А прайс-лист ФСБ нет. Спецслужбы нужны стране. Всякой стране. Совсем отказаться от них невозможно. Они играют важную роль. Ну, как быть, если у спецслужбы на все есть ценник? В 1991 году, после объявления о создании ГКЧП, судьба страны висела на волоске. Отряд КГБ «Альфа» получил от ГКЧП-стов приказ о штурме Белого дома. Вот выполнив глава «Альфы» Карпухин приказ, история страны пошла по другому пути, возможно, не лучшему. Скорее всего, была бы гражданская война. Но он отказался. Потребовал письменный приказ на штурм, а когда не получил, то вот отказался. Не захотел брать на себя неминуемую при штурме кровь. А теперь представим, что у «Альфы» был бы прайс-лист. Страшно? Мне страшно. Помните знаменитое выступление Путина? Трупы сотрудников ФСБ, направленные вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляются. Мы все тогда подумали, что это просто плохая казарменная шутка. Оказалось, не шутка. Путин и правда привел к власти спецслужбу. Только не строгую идеологическую структуру КГБ, что тоже было бы плохо, а коррумпированную и охреневшую от вседозволенности ФСБ, что на самом деле, на мой взгляд, намного хуже. Нет, конечно, я не говорю, что все сотрудники службы коррумпированы аморально. Это не так. Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» в Беслане понесли потери большие, чем при штурме Дворца Амина в Афганистане. Такие потери объясняются только одним. Ребята просто своими телами прикрывали заложников и платили своими жизнями за провокацию руководства, для которого важнее было не допустить Масхадова к переговорам, чем спасти детей. В истории российских подразделений ФСБ есть героические страницы. Их не вычеркнуть. Но при этом бойцы ровно тех же подразделений «Альфа», «Вымпел», «Центр специального назначения» – те люди, кто прикрывал заложников своими телами. Так вот, люди из этих же подразделений грабят посетителей обменных пунктов. Спецназовцы используют свой опыт и навыки для банального грабежа. Путин выстроил систему управления страной через ФСБ. Ну, просто потому, что он другого не знал и по-другому не умел. Какой у него опыт? Питерская подворотня, затем КГБ, затем разводящий бандитов и чиновников в мэрии. Поэтому построил, что умел. Вот что-то от КГБ, что-то от бандитов, что-то от коррумпированных чиновников. И все это соединил ФСБ. И этот вот Франкенштейн сейчас заменяет нам главную спецслужбу страны. Поэтому свои законные функции ФСБ, конечно, выполняет плохо. Вот вспомните завербованного американцами помощника Путина. Это же самая главная задача ФСБ, контрразведка. А президент – самый главный охраняемый о шпионов человек. Ха, нет. Облажались. Так не мудрено, что облажались, потому что заняты другим. ФСБ старается контролировать то, что ей интересно. Нефть, газ, промышленность, банки. Банки ведь особенно важно контролировать. А как такой контроллер работает? Очень просто. Возьмите Данский банк. Через Данский банк было отмыто и выведено из страны 200 миллиардов евро. Сумма в голове не укладывается. Через, помните, молдавский ландромат? Еще 20 миллиардов долларов. А что ФСБ? Работает. При обыске у скромного полковника Черкалина в ходе обысков у него изъяты наличные и драгоценности на сумму более чем 12 миллиардов рублей. Можем предположить, сколько этого у генералов? Но у генералов не проводят обысков. На самом деле у полковников-то обыск прошел не из-за борьбы с коррупцией, а просто два клана внутри ФСБ что-то не поделили и выясняли отношения между собой. ФСБ управляется совсем не так, как можно подумать про службу. Нет, конечно, есть официальная структура, но реальная она, если имеет отношение, то, в общем, отдаленная. ФСБ управляется кланами. Путин разрушил формальное управление службой. Ведь если решать незаконные задачи, то и делать это официальным путем не получается. Кланы, интересы, деньги. У каждой сильной политической или бизнес-группы, там в ФСБ есть свои люди. Очень сильных, целые подразделения. И вопрос, кто могущественнее, министр правительства или глава подразделения ФСБ, даже не стоит. История Улюкаева показала всем, кто главный. Новость последнего часа. Задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев. Сегодня на заседании по делу Алексея Улюкаева в закрытом режиме допрашивали бывшего генерала Федеральной службы безопасности Олега Феоктистова, которого СМИ называют одним из инициаторов дела о взятке. Вряд ли в Думе есть хоть один депутат, судьба которого не решалась спецслужбой. В стране нет ни одного судьи, чье назначение не прошло бы без одобрения ФСБ. Лубянка решает, что можно, что нельзя делать в политической сфере. Решает, какие фильмы и спектакли смотреть. Решает, кому какой бизнес будет принадлежать. И дело не в том, что ФСБ решает эти вопросы плохо или неправильно. Хотя да, конечно, и плохо, и неправильно. Сами посудите, почему считается, что спецслужбы имеют квалификацию эти сферы контролировать? Вот есть майор или полковник с образованием, даже вот возьмем Академию ФСБ. Как он может курировать экономиста или театрального режиссера? Что служивый понимает в этих вопросах? Но, повторюсь, проблема не только в том, что ФСБ не обладает компетенцией для решения тех вопросов, которые берется контролировать. Проблема в том, что такая внепрофессиональная деятельность развращает службы и отвлекает ее от настоящих задач. Если все время тратить на зарабатывание денег идеологическую обслугу власти, то, собственно, на контрразведку не остается ни сил, ни возможностей. И настоящие угрозы государству будут предотвращать некому. Возьмите Бориса Немцова, бывшего губернатора, вице-премьера правительства, депутата. Убивают в 100 метрах от Кремля. И вдруг оказывается, что камеры наблюдения якобы не работали около Кремля. Не работали они на самом деле или спецслужбы покрывают убийц, уже не имеет значения. Это распад государства, если его спецслужбы не могут или не хотят предотвратить или раскрыть такое преступление. Зачем нужна контрразведка в сфере экономической безопасности, если губернатор российского региона открытым текстом говорит, что будет тратить бюджетные деньги на выкуп невест? Где ФСБ спрашивается? Уже вылетело наводить порядок? Примеры злоупотреблений и вредности ФСБ в ее нынешнем виде – это, к сожалению, не единичные случаи. Когда мы начали сводить это все в единый доклад, то чуть с ума не сошли. Сотни страниц свидетельств только по открытым источникам. Почитайте доклад, ссылка есть в описании. Это не летопись спецслужбы, это рассказ про ОПГ. ОПГ только с политическими возможностями и неприкосновенностью. Не надо думать, что проблема в конкретных людях. Мол, поменяем на других и будет порядок. Проблема в системе. У ФСБ в нынешнем виде слишком много полномочий и слишком мало контроля. Это и надо менять. ФСБ должна заниматься очень узко понимаемой государственной безопасностью. Только угрозами антиконституционного силового воздействия. И все. Жесточайший внешний контроль. Контроль за коррупцией, контроль за злоупотреблением служебным положениями внутри спецслужбы. Собственно, мы очень подробно и четко прописали необходимые ФСБ реформы в докладе. Эти реформы не вызовут восторга. Ни на Лубянке, ни в Кремле. Но изменения-то необходимы. И они будут сделаны. И даже не важно, останется ли Путин у власти или власть поменяется. В таком виде ФСБ начинает представлять угрозу любой власти. Причем не только власти, а государству в целом. Надо понимать, нравится это кому-то или нет. У реформы на самом деле альтернатива только одна. Это чистка службы. Причем чистка, скорее всего, в формате репрессий. Помните, при Сталине в НКВД был репрессирован каждый четвертый? И вот выбор этот между реформой и репрессиями предстоит сделать достаточно скоро. Всего вам хорошего. Читайте доклад.